Привет дорогие читатели и подписчики, с вами Михаил Зуев и в сегодняшнем видеокасте мне хочется представить вашему вниманию очень интересную и полезную программку, которая называется Glary Utilites. Ее окно вы сейчас видите у себя на экране, это по сути в некотором смысле уникальный твикер системы, твикер в смысле как такой комплекс небольших утилит для настройки и оптимизации операционной системы. Значит, что это за программа? Если вы знакомы с какими-либо твикерами операционных систем вообще, допустим таких как WinXP Twig или же TuneUp Utilites и так далее, если не знакомы, в принципе это тоже не страшно, потому как сейчас мы с вами познакомимся с данным твикером. Вот, его особенность в том, что он полностью бесплатен. То есть вот эта программа, она распространяется на совершенно свободных условиях и в ней штатно уже присутствует русский язык от производителя. Ссылку на скачивание данной программы вы можете увидеть под данным роликом, если вы смотрите его на моем блоге www.masterheart.com, то под данным видео имеется ссылка для скачивания. Если вы смотрите его на сервисе Vimeo, то там в самом первом комментарии я также оставил ссылку для скачивания данной программы. Ну что ж, в принципе, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Я лишь хочу сказать о том, что это просто отличный набор программ для оптимизации систем абсолютно бесплатно. Это в своем роде аналог таких программ, как TuneUp Utility, потом System Mechanic, различных твикеров, которые, к сожалению, большей частью коммерческие. Их нужно покупать, тем более некоторые из них только на английском языке. Эта же программа содержит в себе русский язык и она абсолютно бесплатна. Ну что же, давайте приступим непосредственно к ее рассмотрению. После запуска данной программы вы будете наблюдать общее состояние, вкладку «Состояние». И что здесь мы видим? Это статус программы. На текущий момент это самая последняя версия. Здесь, в принципе, можно нажать «Обновление» и выполнить поиск. То есть, не появилась ли новая версия. Ну и статус лицензии. Здесь видно, что бесплатная редакция. Ну и дата истечения у нас никогда. Значит, есть, конечно же, у данной версии еще и коммерческий аналог. Но он ничем, так скажем, существенно не отличается у бесплатного аналога. То есть, все основные, так скажем, опции и возможности присутствуют в бесплатной версии. Поэтому коммерческую версию приобретать я вам не рекомендую. Я вам рекомендую пользоваться именно данной бесплатной версией, так как ее хватает с лихвой. Что же, следующая у нас вкладка называется «Одним кликом». Ну, давайте мы с вами к ней вернемся попозже, чтобы было понятно, что здесь вообще далее. И перейдем на вкладку «Модули», где мы можем выполнить все вот эти действия только вручную. Здесь у нас доступно также несколько вкладок. Первая – это «Очистка». На данной вкладке мы можем выполнить, скажем, очистку дисков, удалить ненужные файлы с дисков. Просто кликаем сюда, и у нас открывается такое небольшое окно, где мы можем выбрать диски, которые нам нужно просканировать. Здесь в параметрах уже указаны основные типы, так скажем, временных каких-то файлов, которые составляют основную часть файлового мусора, который находится на компьютерах. Поэтому особо здесь что-то добавлять не нужно. Здесь все уже настроено нормально. Просто выбираем диск, который вы хотите просканировать, и нажимаем «Далее». Программа выполняет поиск на наличие какого-либо мусора файлового на данном диске. То есть какие-то файлы, которые не используются. Так, ну вот проверка уже подходит к концу. В принципе, здесь результаты выводятся только после окончания. Вот мы можем видеть, что у нас с корзиной. Здесь количество 5 раз каких-то файлов на 191 мегабайт. Временных файлов интернета достаточно много, но их объем небольшой. Ну и так далее. Вы можете смело выбрать все эти пункты для удаления. Так, на вкладке «Дополнительно» вы также можете удалить какие-то ненужные компоненты Windows. Когда вы нажимаете эту кнопку, неиспользуемые какие-то компоненты системы будут удалены. Так, ну и вернуть из резервной копии. Что это значит? Если вы что-то удалили, но удалилась какая-то важная информация. Допустим, в корзине был какой-то документ, который вам нужен, но вы его случайно удалили. Значит, вы можете нажать кнопку «Вернуть». Здесь выбрать из списка, что вам нужно восстановить. И, соответственно, программа выполнит восстановление. Что ж, нажимаем «Закрыть». Двигаемся дальше. Как видите, здесь все просто. Так, следующая у нас это очистка реестра. Это, значит, также небольшая утилита, которая выполняет поиск каких-то, значит, ненужных записей ключей в реестре. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что названия вот этих блоков отображаются некорректно. Я, к сожалению, не знаю, почему так происходит. Вот все настройки уже перепробовал, но, вероятно, это какие-то проблемы были у разработчика с переводом. И вот здесь имеет место какая-то ошибка. Но, может быть, в будущих версиях это исправят. В принципе, это никак не влияет на работоспособность. Просто нажимаете здесь «Выполнить поиск ошибок». Опять же, никаких настроек выполнять здесь не нужно. И нужно только дождаться, когда программа просканирует реестр. Вот, на предмет, значит, каких-то неполадок. Нажимаем «Закрыть», чтобы просмотреть, что у нас программа, значит, нашла. У нас есть какие-то неполадки в различных ключах. И, в принципе, вы можете здесь выбрать «Исправление реестра». Значит, все эти ключи будут удалены, но при этом сохранится резервная копия. И если после этого ваш компьютер станет работать как-то не так, как-то неправильно. Какие-то ошибки, возможно, появятся. То есть, возможно, программа очистки затронет какие-то нужные ключи реестра. Тогда вы просто открываете здесь же в главном окне этот пункт «Очистка реестра». Только переходите сразу в «Отмену исправлений». И здесь у вас будет, значит, дата последней очистки реестра. Вы ее выберете и нажмете «Вернуть». Будет произведен откат, восстановление состояния. Вот, в принципе, одна из особенностей данного твикера, Глэри Утилец, в том, что практически в каждой вот такой небольшой утилите имеется возможность отката параметров. Что, конечно, очень и очень ценно. То есть, практически что-либо испортить в системе нереально, поскольку везде можно выполнить откат. Так, ну, значит, с очисткой реестра все понятно. Давайте пойдем далее. Исправление ярлыков. Что это такое? Ну, иногда бывает такое, что, допустим, в меню пуск вот здесь вот какие-то ярлыки, они либо исчезают, либо по ним не открывается никакая программа. То есть, они как бы теряют свой путь. И вот как раз-таки модуль исправления ярлыков позволяет выявить такие ошибочные ярлыки. Кстати, он может это делать не только в меню пуск и на рабочем столе, да, как вот здесь первый пункт отмечен, только главное меню и рабочий стол. Он может это сделать целиком, допустим, на диске C. То есть, он просмотрит все папки, значит, и все ярлыки, которые находятся на диске C. Во всех папках, да, выполнен поиск, значит, проблемных ярлыков. Ну, здесь вам нужно просто выбрать, соответственно, что сканировать, либо меню пуска рабочий стол, либо только диск C и нажать сканировать. И если поиск выполняется очень быстро, если, значит, будут найдены какие-то проблемные ярлыки, в данном случае ничего не найдено, да, то вы просто здесь его кликните и нажмете исправить ярлык. Все, больше здесь ничего не требуется. Его путь будет скорректирован, и после этого он будет открывать ту программу, которой он прописан. Далее у нас менеджер деинсталляции. Вот очень полезная вещь. Такие программы обычно платные. Вот за исключением разве что Reva Uninstaller, да, но все-таки менеджеры деинсталляции, как правило, они коммерческие. Но здесь эта функция абсолютно бесплатна. Вы просто выбираете, что вам нужно удалить, и нажимаете, соответственно, кнопку удалить программу. Значит, зачем нужен данный менеджер? Если вы знакомы с курсом Киберсанк Пользователь, там на втором диске я говорил, что такое менеджер деинсталляции, зачем он нужен. Здесь вкратце повторюсь, что не всегда стандартный деинсталлятор программы удаляет какие-то программы, значит, полностью. Не всегда. Обычно, обычно в большей, так скажем, в большей части случаев в системе остается какой-то мусор. Какие-то файлы, пустые папки, записи в реестре и так далее. Которые инсталлятор по каким-то причинам не захватил, не удалил, а забыл. Так вот, чтобы этого избежать, рекомендуется удалять программы через специальные деинсталляторы, которые плюс к стандартному деинсталлятору выполняют поиск оставшихся частей, фрагментов программы. Допустим, давайте мы с вами выберем программу Google Picasso 3 и нажмем удалить программу. Нажимаем кнопку удалить. Так, да, удалим. Перебрасывают нас в веб зачем-то. Ну, это Google Picasso значит, этим занимается. Нажимаем готово. И вот, в принципе, программа у нас деинсталлировалась. Так. Что ж, в принципе, здесь тоже все. Единственное, здесь есть функция пакетной деинсталляции, когда вы выбираете несколько программ, которые вам нужно удалить один за одной. Так, ну что ж, идем дальше. Следующая у нас вкладка оптимизации. Здесь очень много интересных различных возможностей. Первая из них это менеджер автозапуска. Небольшая утилита, которая позволит вам управлять автозапуском компьютера. Здесь выводятся все программы, которые автозапускаются вместе с системой. И проводится их оценка по влиянию на производительность. Зеленая означает, что программа загружается моментально и не требует к себе повышенного внимания и повышенных ресурсов. А вот такие, которые отмечены красным значком, полностью, либо же частично, либо же совсем немного, означают, что данная программа выделяется среди остальных большей требовательностью к ресурсам компьютера. То есть она, возможно, запускается дольше. Таким образом, вы можете быстро найти те программы,